Ответственный секретарь, ответственный за сестринское служение в Первой Славянской Баптистской Церкви. Также вторая сестра, это Анара. Она организатор множества семинаров, а также спикер. Вот спикер различных семинаров для женщин. Напоминаю, что программа идет в открытом радиоэфире. Вы можете звонить, участвовать. Номера наших телефонов 429-7635. Также вы можете воспользоваться скайпом, позвонить к нам из любой точки мира. Имя в скайпе iBradTV. Итак, приветствуем вас, сестры, в нашем радиоэфире и внимательно слушаем. Миру Божию вам, дорогие радиослушатели, мы рады вас приветствовать и рады быть с вами. Мы хотели бы поделиться с вами некоторыми рассуждениями о женском служении. И мой вопрос к вам, сестра Анара. Вы уже 10 лет в этом служении для сестер, проводите семинары, различные конференции. Как вы считаете, для чего нужно женское служение? Неужели недостаточно того, чтобы сестры могли услышать проповедь от проповедника наставления для себя? И есть ли основания женскому служению в Слове Божьем? Может быть, мы не встретим такого слова, как женское служение в Библии однозначно, но есть конкретное повеление в Библии, это в послании Титу, послании Титу апостола Павла, где он дает указания при устройстве церкви, такие как поставить пресвитеров и закончить то дело, которое он не завершил, апостол Павел. И даже в пятом стихе он говорит, как я тебе приказывал. И он здесь описывает, что именно должен сделать Тит, и перечисляет, чтобы старцы были, вразумляли. И когда касается женщины, интересно, с третьего стиха он пишет, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянства, учили добру, и чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. И это очень важный момент, потому что я думаю, что один из важных глаголов в Новом Завете – это научиться. Мы всему можем научиться, и быть хорошей мамой, и хорошей женой, и хорошей помощницей своему мужу. Нужно действительно научиться. У кого? У тех старец, которые сами прошли этот опыт, которые сами наставили детей, имеют опыт и могут просто научить. То есть этому нужно учиться. Хотелось бы задать еще один вопрос. В чем отличие, если женщин наставляет брат, или же это делает сестра, как мы читаем в Титу стареца, есть ли в этом различие? Может быть, достаточно того, чтобы брат поговорил с сестрой, если она что-то неправильно делает в семье, или обращаться с мужем, или с детьми не так, как должно? Или же все-таки почему старицы, почему женщины? И какого возраста должны быть эти старицы, которые наставляют молодых? Ну, интересно, что апостол Павел здесь не указывает конкретный возраст старицы. Как, например, он указывал, когда брали на содержание вдовиц не менее 60 лет. Если бы важен был возраст, наверное, апостол Павел указал бы, что именно достигнув вот такого-то возраста, старица может наставлять. Я думаю, здесь все-таки больше о качестве характера старицы, которые, вот как мы уже перечислили, которые не порабощались бы сама от чему-либо, и которые своей жизнью могла бы подтверждать то, чему она учит, и чтобы она могла учить добру. И также, я думаю, здесь все-таки важно ее духовная зрелость, ее качество характера, и также еще важно, конечно, призвание, то есть дар, и у нее должен быть дар учительства, чтобы она могла научить. Вот, и я думаю, что здесь не столько возраст, сколько духовная зрелость, я думаю. И также, почему брат, ну, дело в том, что, конечно, хорошо, нас мы не имеем, апостол Павел говорит так же, что мы не имеем во Христе, как бы нет ни женского, ни мужского пола. Мы получаем наставление с кафедры как для женщины, так и для мужчины одинаково. И духовный человек наш растет. Но дело в том, что мы находимся еще в нашей плоти, и вот наша плоть как раз-таки, как в послании римлянам написано, что вся тварь ждет избавления. Мы, как женщины, более всего, ну, как бы пострадали после грехопадения, потому что это сказалось на нашей репродуктивной системе. То есть женщина рожает, и у нее есть проблемы с перебоем в организме, и очень даже меняется состав крови. И ни с того ни с того. Женщина, она подвержена вот таким вот слабостям. И поэтому брату наставить женщину именно быть хорошей женой немножко сложновато. И поэтому именно апостол Павел говорит, что это должны делать старицы. И поскольку мужчина, брат, он может это понимать теоретически. А зрелая женщина, старица, она сама пережила это. Она сама много... Она рожала, она теряла кровь во время родов. У нее, может быть, гемоглобин падал. У нее были много других моментов. И она может понимать, что физиология женщины, она очень напрямую может отражаться на ее духовное состояние и наставлять женщину учить правильно распределять свое время, вовремя отдохнуть, правильно питаться, ну и многим другим вещам отдохнуть. То есть знать свои слабости. Это вот физиология женщины, это ее слабость. И она должна знать, как справляться с этим. Конечно же, лучше всего в этом поможет женщина. Сестра зрелая. Потому что меня очень удивляет, что в наших церквах полностью игнорируется это служение. Потому что ведь здесь апостол Павел дает конкретные указания для каждой церкви, что там обязательно должен быть епископ. Там написано, что епископ должен быть такой-то, пресвитер, то есть качество характера. Старец должен оставлять, юноши. То есть все виды служения. И в том числе то, что касается женщин, он останавливает и говорит, что этим должна заниматься женщина. Если этого служения не будет в церкви, то тело Христово будет страдать. То есть семьи будут страдать. Потому что, когда я проводила конференции в разных регионах и задавала различные вопросы, молодые женщины и вставали, и говорили, нам некому пойти, нам некого спросить, нам не с кем посоветоваться и не с кем поделиться. Не каждый может пойти рассказать о своих внутренних переживаниях, сразу пойти к пастырю. Но не просто с чужим мужчиной пойти поговорить, даже если он пастырь. Как побуждать этих молодых сестер, чтобы они подходили? Как находить этих стариц в наших церквях, в нашей среде? Я думаю, что здесь это должно быть, опять же, исходить от пастыря. Пастырь должен быть инициатором, чтобы поставить таких женщин на служение. То есть апостол Павел говорит, что начинает давать указания, что пастырь должен быть такой и такой. И даже все остальное, это должен как бы пастырь сам смотреть и видеть эту нужду, в зависимости от того, кому он доверяет. То есть есть призвание женщины, есть внешнее свидетельство ее семьи, есть ее качество характера и доверить такое служение женщине. Я верю, что в каждой церкви есть такие женщины, потому что в теле Христовом есть все дары необходимые. Просто их нужно увидеть и доверить. Еще хотела бы спросить у вас, если, вот вы проводили конференции, семинары, есть ли положительный отзыв, результат этих конференций, стоит ли проводить их для женщин? Конечно, стоит их проводить. И это не просто порой делать в нашем славянском контексте, потому что не все всегда понимают из братьев, к сожалению, что это служение нужно, оно важно. И порой это служение сопряжено с определенными трудностями, но тем не менее, иногда опускаются руки, но после конференции, когда подходят сестры, когда делятся, когда потом пишут по интернету свои отзывы и рассказывают, как изменилась их жизнь, как изменились их взаимоотношения с мужем, насколько они стали крепче, как многие вещи открылись, которые она не понимала, понимаете. И тогда ты понимаешь, что это действительно нужно. Для чего нужны эти конференции? Это, к примеру, как мы делаем время от времени генеральную уборку у себя дома, открываем клоузит, и нам настолько становится неудобно там, какие-то лишние вещи накапливаться. Мы наводим порядок, лишние вещи просто убираем или выбрасываем, и потом нам легче пользоваться. То же самое у нас в душе порой накапливаются ненужные вещи, какие-то обиды, какие-то непонимания, какие-то, может быть, непрощения. И хорошо во время таких конференций и семинаров сестры получают назидание, наставление, и усилием воли прощают своих, может быть, обидчиков, потому что в семье сходятся два грешных человека. Даже если спасённые, они всё ещё грешны, и они очень слишком близко соприкасаются, и порой видят недостатки, и не всегда порой бывают силы самостоятельно простить. Но и потом на этих конференциях сестры молятся друг за друга, поддерживают и получают хорошую литературу и рекомендации быть помощницей. Мне одна сестра позвонила и говорит, я так нуждаюсь в подпитке, я хочу посетить конференцию. И, дорогие друзья, дорогие сёстры, разрешите сказать вам, что 9 марта в субботу в нашей первой славянской баптистской церкви по адресу 7832 Крамбл Уэй будет проходить конференция для сестёр под названием «Созидающая жена». Конференция начнётся в 10 часов утра, поэтому, пожалуйста, приходите, приглашайте своих друзей, попросите, чтобы бабушки или, может, мужья побыли с вашими детками, чтобы отпустили вас, чтобы вы могли прийти и напитаться духовно, чтобы вы могли прийти и помолиться друг о друге. Кроме того, у нас будут проходить малые группы, семинары. Пожалуйста, сестра Анара может озвучить, какие будут темы этих семинаров. Да, на этой конференции мы будем говорить о том, как укрепить свои взаимоотношения в браке, потому что брак — это нечто живое, это взаимоотношение, над которым нужно работать. Некто сказал, что нет плохих браков, есть браки, над которыми не работает. Это как строить дом, и какие материалы ты используешь. То есть инвестировать свои, где-то подойти творчески, инвестировать своё время, прежде всего поступать по слову, конечно. И там ещё будут у нас семинары, как взаимоотношения свекрови и снохи. Также бывают кризисы, возрастные разные кризисы в браках, конфликты и какие-то другие вопросы мы будем рассматривать. Также проблемы в интимной жизни. И также ещё будет тема о homeschool и многие другие темы. Так что приходите, дорогие женщины, и сделайте себе такой праздник души один день, и вы не пожалеете. Это будет очень полезно и ценно для вас. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Ждём вас 9 марта в Первой Славянской Церкви в 10 часов утра на конференции. Спасибо. Помни, рано или поздно твой сын последует твоему примеру, а не твоим советам.